Следующий Дифтерия Очень сильная интоксикация организма, а также поражение внутренних органов. Прежде всего, это сердечно-сосудистая система, нервная система, почки. Чем она вызывается и чем она опасна для человека? Дифтерия вызывается особенной палочкой бактерии, возбудителем дифтерии. Она называется таким интересным словом каринобактерия. То есть в переводе с латыни это форма булавы. При микроскопическом исследовании вот такая особенная форма этих палочек, что обусловливало название. Опасна дифтерия очень сильной интоксикации, высоким риском летального, то есть смертельного, к сожалению, исхода. И риском осложнений со стороны внутренних органов, которые также могут повлечь за собой смертельный исход, либо же очень сильную инвалидизацию организма, как взрослого, так и особенно детей. Какие у нее симптомы? Как ее распознать? Симптомы дифтерии. Дифтерия очень похожа на ангину, поэтому должна быть настороженность со стороны как медработников при общении с пациентами, при подозрении на ангину, так и со стороны самих пациентов. То есть это, допустим, мамы, папы детей, которые помладше, и также дети более старшего, подросткового возраста. То есть, ну, ангина мы знаем, как бы, что это такое. То есть это очень сильная боль в горле, сильная слабость, утомляемость, повышенная температура, очень плохой аппетит, очень резкая боль при глотании, причем тяжело глотать даже жидкую пищу и воду. И при ангине также могут формироваться налеты на миндалинах, на ротоглотке. Так вот, при дифтерии симптомы резко усиливаются, и вот эти налеты на миндалинах, они становятся особенными, более плотными. Но это больше бенработники знают. То есть вот это ухудшение, еще большее состояние, дает повод для того, чтобы более пристально расценить ситуацию с больным ребенком или же взрослым. И решать вопрос о стационарном лечении, и также о специфическом бактериологическом обследовании. То есть, чтобы за маской ангины, которую, ну, нередко мы привыкли амбулаторно на дому иногда лечить антибиотиками, чтобы за маской этой не пропустить начинающуюся дифтерию. Как происходит заражение? Заражение дифтерией происходит прежде всего воздушно-капельным путем, то есть при чихании, при кашле, но также актуален и воздушно, извиняюсь, и контактно-бытовой путь, то есть через какие-то предметы, игрушки, стаканы, предметы посуды. И также важен пищевой путь, то есть через молоко от зараженных возбудителем животных, допустим, коров, то есть через некипяченное молоко, особенно приобретенное на стихийных каких-то рынках, пунктах продажи, не подвергшиеся термической обработке. Кто больше, да, 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 да. Ну и вы, пожалуйста, продолжайте и попутно тогда вопрос, кто больше рискует заболеть, есть ли группы риска? К группам риска относятся прежде всего дети маленького возраста в силу недостаточно сформированного иммунитета, дальше это дети с нарушенным графиком, так сказать, сроками и количеством полученных в определенный период возраста прививок, мы говорим вакцинация, потому что у каждого ребенка своя ситуация с прививками, конечно, есть стандартные сроки, стандартные календари, я немножечко позже с вашего разрешения остановлюсь, но не всегда получается все вовремя, и когда идет резкое нарушение сроков привития ребенка, то, конечно, риск заболеть дифтерией возрастает. И еще вот такой нюанс заключается в том, что у взрослых людей или же, допустим, подростков старшего возраста возможно наличие этого возбудителя на слизистой ротоглотке в виде носительства. То есть человек может обладать этим возбудителем, являться его переносчиком, но в то же время сам он практически не ощущает это, он чувствует себя хорошо, у него нет никаких болей, может быть легкое какое-то першение горло, которому обычно мы не придаем значения. Но тем не менее, для окружающих такой человек может являться опасным, если этими окружающими являются маленькие дети, не получившие вовремя свои прививки, или же люди постарше, но с различными нарушениями иммунной системы. Ну а вы уже сказали о носоглотке, где обычно, есть такое слово локализация, где обычно родители могут, вообще могут ли они дома сами распознать, или это только врач? Ну и если да, то, собственно, в каких местах находятся те самые ярко выраженные симптомы? Да, спасибо за вопрос. На самом деле родители могут заподозрить, уж подтвердить довольно сложно, все равно окончательный диагноз дифтерии оставится все-таки после получения результата бактериологического обследования, когда в условиях зачастую уже стационара производится специальный посев медработникам вот этой слизи на питательную среду из носоглотки, и уже выделяется на специальной среде, подтверждается возбудитель. Но в домашних условиях родители, ну я бы сказала, на любое ОРВИ, пожалуй, с более тяжелым течением, чем обычно, особенно когда жалобы со стороны горла более ведущее значение принимают, родители должны быть насторожены, то есть это слишком резкие боли при глотании. Очень сильная интоксикация, сильная вялость ребенка, отказ зачастую от еды, очень затрудненное глотание. И вот более конкретно на ваш вопрос, когда мама просит ребенка открыть рот, показать язык, она может увидеть, что на фоне очень сильно ярко-красной слизистой зева, горла, могут быть беловатые налеты. Они довольно плотные, то есть они все-таки отличаются от того, что, возможно, родители ребенка могли иногда видеть раньше, то есть какие-то там точечки, пробочки, а это именно вот плотные беловатые пленки. Я вот почему спрашиваю, потому что у обывателя и у многих мамочек, знаете, любое простудное, любое острое респираторное заболевание, это сразу ангина, я-яй, караул и все. Ну, я бы так вот в разрезе вопроса о дифтерии, вот мы сегодня обсуждаем, я бы сказала, что лучше пусть будет эта настороженность, лучше лишний раз показать ребенка врачу, педиатр. Педиатр, если сочтет это необходимым, если на самом деле ситуация серьезная, порекомендует обязательно консультацию лора. И вместе с лором будет решаться вопрос о стационарном лечении ребенка на фоне тяжести состояния, а также о времени и условиях вот этого бактериологического обследования путем посева. Потому что, если, допустим, детализирую немного, если есть подозрение, что ребенок является носителем этой бактерии, но при этом его состояние может быть сильно ненарушенным, тогда этот бактериальный посев на питательную среду, его можно осуществить в условиях поликлиники. По назначению, повторюсь, педиатра, либо же лора. Но если состояние ребенка тяжелое, особенно это если в ночное время и ребенок на глазах ухудшается его состояние, а также я вот еще коснусь вот эти пленки, которые развиваются на слизистой оболочке горла и ротоглотки под действием возбудителя дифтерии, так вот эти пленки, они же увеличиваются и они могут привести к нарушению дыхания. И это может развиваться довольно стремительно, этот процесс, поэтому в вечернее, в ночное время уже, конечно, лучше не ждать утра, а вызывать скорую помощь и обращаться уже в условии стационара. И там, конечно, все будет необходимое проведено. Это и бактериальное обследование, и введение специальных препаратов, а именно противодифтерийной сыворотки, антибиотиков, средств, снимающих интоксикацию, ну и многих других. Ждать, не ждать, это большой хороший вопрос, потому что многие ваши коллеги, специалисты в других профилях говорят, что зачастую главные их враги, это даже не сама болезнь, а запущенность, позднее обращение и самолечение. Как обстоят дела у вас, как у инфекциониста, с туберкулезной такой заболеваемостью? Ну, сейчас вот данная беседа, она все-таки, цель ее это повышение внимания, как родителей к тому, как именно болеют их дети. И также медработников к тому, что на самом деле, допустим, банальную РВИ может резко ухудшиться и начать трансформироваться в ангину. А под маской ангины, под картиной ангины, мы можем подозревать, что это начинается дифтерия. Особенно, повторюсь, у детей с нарушенным иммунитетом, с нарушенным графиком получения прививки. По поводу самолечения, ну, нет, все-таки проконсультироваться с медработником. Насчет вероятности, ну, мы не можем исключать, потому что уровень привитости конкретных возрастных групп населения, он разный. И также у каждого конкретного человека разный уровень, как вот есть фраза, медицинской напряженности иммунитета. И это все может составлять факторы риска. Но все-таки, повторюсь, это больше профилактические направления нашей беседы. Еще, с вашего позволения, коснусь вопроса вакцинации. Вот насчет, плавно перейдем к прививкам. Профилактика дифтерии, она является двух видов. В основном это специфическая профилактика и неспецифическая. Но неспецифическая, это касается ведь не только дифтерии. Это может касаться любого простудного заболевания. И то, что у мамы на приеме, у педиатра, особенно с детьми младшего возраста, регулярно могут слышать. Мы говорим о полноценном питании, богатом витаминами, различными питательными веществами. О периодических курсах поливитаминов для укрепления защитных сил организма. О избежании каких-то факторов риска в плане сквозняков, контакта ребенка с различными больными. О соблюдении санитарно-гигиенических мероприятий. То есть своевременное мытье рук. Употребление в пищу тщательно приготовленной термической продукции пищевой. Кипячение молока, воды. Ну вот это вкратце. А специфическая профилактика, это опять-таки то, что слышат мамы детей более младшего возраста. Это так называемый календарь прививок. Я вкратце остановлюсь. До года ребенок маленький получает три прививки. Мы называем это вакцинацией. Прививка от дифтерии, она входит в состав комплексной вакцины, которая параллельно включает в себя столбняк и коклюш. Так известно, как АКДС. Да, 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 вы правы. Потом в полтора года проводится очередная прививка ревакцинация. Также в 6 лет, в 14 лет, в 18 лет. А взрослым людям после 18 лет, каждые 10 лет обновляется вот эта вакцинация. И стараются все-таки придерживаться этих сроков получения прививки для формирования более стойкого иммунитета от дифтерии. С тем, чтобы снизить риск заболевания даже при возможном контакте с возбудителем. Ну и если даже вдруг случится заболевание, то как снижается риск осложнений. Какими они бывают? Осложнение – это есть такая ситуация, это очень тяжелая ситуация. Это так называемый дифтерийный круп. То есть, когда постепенно, если не принимать мер к лечению ребенка, или же если принимаемые препараты недостаточной силы, то вот эти пленочки, которые формируются на слизистой оболочке под действием токсина, бактерии, они становятся плотными, они разрастаются, и они закрывают в итоге просвет дыхательных путей ребенка. То есть, возникает одышка, возникает нарушение деятельности сердца, нервной системы. И в итоге это может привести к смертельному исходу. То есть, вот это самое, пожалуй, такое грозное осложнение. И также нарушение деятельности сердца, сосудов, нервной системы, почек. Вообще, у детей и у взрослых течение дифтерии, лечение дифтерии проходит по-разному. И если да, то у кого с этим делом проще, у кого сложнее? Ну, вы знаете, по аналогии с какими-то, возможно, другими инфекционными заболеваниями, ну, допустим, например, тот же грипп, группами риска являются маленькие дети и также лица пожилые, а также группа беременных женщин. В силу возрастных особенностей, в силу того, что у детей младшего возраста недостаточно еще сформирован иммунитет, а у пожилых и беременных также ослабленная иммунная защита организма. По поводу течения тяжести, возможны варианты более легкого течения и более тяжелого течения. То есть также те же три степени тяжести, как классификация заболевания, легкая, средняя и тяжелая степень, они возможны и у взрослых, и у детей. Факторов, влияющих на это, очень много. И количество возбудителя, которое получил человек при контакте, и исходный уровень иммунитета человека, и опять-таки количество полученных прививок, и реакция организма на эту вакцинацию. И также у детей могут быть и более легкие варианты течения, и более тяжелые. По поводу лечения, общие принципы лечения, они похожи. Прежде всего, это противодифтерийная сыворотка, которую только в условиях стационара можно получить, антибактериальные препараты, различные средства для снятия интоксикации, которые вводятся капельным путем. Различается только доза, которая варьируется в зависимости от веса, от возраста и от тяжести течения заболевания. Ну, первейшие, самые простые, несколько шагов, несколько советов для того, чтобы уберечься и не заболеть. Ну, кроме прививки, гигиена и что-то еще. Да, да, вы правы. К этому вот опять немножко вернемся. То есть, это избегать каких-то контактов с ОРВИ, быть внимательным к состоянию здоровья ребенка, мытье рук, употребление кипяченого молока, кипяченой воды. И, ну, повторюсь, избегать переохлаждения, избегать какого-то дефицита витаминов в питании, в рационе ребенка. Я благодарю вас за информацию, желаю успехов в работе, в лечении. Напомню, что у нас в гостях была главный внештатный детский инфекционист города Луганска Мария Лопач. Приходите к нам еще, а вы, друзья, оставайтесь на нашей частоте. Спасибо за внимание. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы.